друзья всем привет рада приветствовать на своем канале сегодня у нас на экране орхидейка леодора я ее купила маленькой размером 17 всего с двумя листочками и двумя корешками за прошедшее время как она у меня растет она нарастила прилично корешков тут корешков 10 наверно или может даже больше и 2 листочка хочу пересадить так как заметила на ее нижних листочках смотрите желтизну желтизна как бы не очень хорошая желтеет не с начала листочка а с середины поэтому хочу ее достать из импровизированного горшочка и пересадить нормальный горшок напоив ее фунгицидом давайте ее достанем с горшка я ее поливала немножко вот так вот надавим и аккуратненько достанем мне не понравилось это желтизна которая у нее конечно наверно придется резать все что внутри я выкину этот субстрат так придется взять секатор взяла секатор сейчас как-то попробуем ее отсюда высвободить орхидейка уже прилично нарастила корневую систему и можно ее пересадить я ее уже хотела пересаживать как раз у меня была эта идея как подошла смотрю орхидейки начал начали жутки выжелтевание листочка уже думаю точно буду пересаживать аккуратненько чтоб не задеть ее корешки хорошо вышло смотрите в хорошем состоянии лечу запон я на дно как дренаж использую а этот субстрат он хорошем состоянии я промою кипятком несколько раз и буду еще и использовать мне он понравился он хорошем состоянии это конечно мы все выкинем весь вот этот мох который смотрите уже пророс посадки видите он уже плохой здесь мох коричневый сильно прям такой уже или пахнет запах уже кокосовое волокно уже плохое она даже на ощупь ощущается как пропадает вот этот корешок он и вот видите вот здесь он у меня гнил как я его купила он начинал гнить пропадать и вот до сих пор год ему или полтора как питаю питал орхидейку я его не убирала потому что всего было два корешка и боялась что орхидейка может просто пропасть из-за того что не было совсем корневой системы смотрите вот это можно даже и оставить смотрите вот это она хорошая хорошая волокно неплохое вот этот корешок я уберу так как он уже себя изжил он уже не нужен наросли корешки неплохо поэтому этот центральный корешок я уберу и все орхидейка больше никакой корешок не не сгноила не и как бы не сушила не пропала смотрите здесь один два три четыре пять шесть семь восемь девять девять десять корешков это хорошо из двух корешков что у меня было минус один то есть на росли новые восемь корешков ну это хорошо сейчас мы посмотрим что с листочком может просто орхидейки она светлая но я знаю что леодора имеет светлый цвет такой салатовый ярко-салатовый цвет листочка я знаю что это так но мне кажется может ей просто не хватает железа они светлые сильно листики сейчас мы этот листик уберем один который и посмотрим на шейку орхидейки шейка замечательно ничего нету никакого признака гниения шеи вообще то есть это просто сбой системе сейчас возьму пинцет взяла пинцет сейчас аккуратно вот это все уберем шейка чистая сейчас он ближе покажу смотрите шейка чистая вот здесь вот чернота это может быть запревание вот вот здесь вот но для перестраховки можно аккуратно немножко задеть вот чуть-чуть прочистить скальпелем сейчас я это сделаю немножко тут зачистила одну сторону вот здесь вот орхидейки вот вот здесь вот но я так подозреваю что это просто как бы корень немножко запрел тут ничего страшного именно возле корешочка все теперь я обработаю фунгицидом привикуром все корешки чтоб начали начался рост листиков потому что привикур обладает не только фунгицидным свойством но и стимулирует рост вегетативной массы и корневой системы поэтому я его тоже использую все и посадим я ему нашла своему цветочку вот такой горшочек как раз все корешки сюда поместятся она будет хорошо себя здесь чувствовать вот так вот и и поместим закрытую систему насыпем коры добавим ей кокосового волокна и посадим